Единая Россия продолжает укреплять связи с общественниками. Руководитель регионального штаба общественной поддержки партии Владимир Жук подписал соглашение о партнерстве с тремя региональными объединениями. Московская областная организация ветеранов уже имеет успешный опыт работы с Единой Россией, а поддержка членов общества помогает партии услышать каждого жителя области. В предвыборный период организация решила продолжить сотрудничество. Это информационно-разъяснительная работа, это обеспечение безопасности, это работа системы наблюдателей. И самое главное – это сделать все, чтобы условия подготовки, потом процесс проведения голосования был в рамках действующего законодательства, честным, открытым и с достойными результатами. Такие соглашения штаб общественной поддержки подписывает со всеми желающими общественными организациями. Еще одним партнером партии стал спортивный клуб «Ратник». День голосования молодежи, а в частности также я и наша организация, скорее всего, будет предоставлять волонтеров и организовывать различные хозяйственные моменты, то есть установление различных кабинок для голосования, раздачи санитайзеров и, скорее всего, регистрация граждан и элит. В прошлом месяце «Единая Россия» подписала соглашение за безопасные выборы с пятью партиями-участницами. Главной целью инициативы стала защита здоровья граждан во время избирательной кампании и непосредственно голосование. По моему мнению, они должны пройти в штатном режиме без каких-либо осложнений, поскольку проведена большая организационная работа по их проведению. А мы со своей стороны однозначно выполним это соглашение, которое подписано на безопасных выборах. Я думаю и надеюсь, что остальные партии увидят нашу инициативу и поддержат ее, и также будут вести себя корректно в рамках этого соглашения. Штаб общественной поддержки стал точкой сбора предложений для программы партии от наиболее активных жителей округа. Перед подписанием договора депутат пообщался с представителями организаций, разъяснил интересующие вопросы по соглашению, узнал о существующих проблемах в коллективах и их надеждах на будущее. «Будем работать вместе и победа за нами!» Другими словами, участники подкрепили подписанные документы. Александра Столярова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Битное ТВ.